Ну, скорее всего, сейчас это фундамент, закладка фундамента, нету какого-то кружка по интересам, где собираются люди. Сейчас мы просто стараемся расставить сети и собрать всех бородачей, чтобы бородачи Николая друг друга знали. Это своеобразный нетворкинг. Сегодня у нас с моей женой Татьяной годовщина свадьбы. 12 лет назад мы поженились. Любят, друзья, бородани. Широ витаю вас за святым всесвитным днем бороданика. Вегетарианцам, наверное, быть хорошо, но жарить колбаски мне нравится больше. Не знаю почему, но вот не могу я без жареных колбасок или без жареных каких-нибудь куриных бедрышек или крылышек, гриль. Привет, друзья! С вами Львамир Борода. В последнее время я не выходил в эфир, не снимал никакие влоги. Вот, связано это с тем, что мы съездили в Карпаты, да, мы поездили по Украине, показали вам отличнейшие места. Сама получила огромное количество впечатлений, море эмоций. Вот, и, соответственно, по приезду домой, вот, как-то случилась некая такая апатия. Сейчас близится день бородача, он 2 сентября, вот, и мы решили с клубом Николаевских бородачей выпустить футболку, посвященную Дню Бородача и Дню Города. Сделали принт вот с Адмиралом Макаровым. Адмирал Макаров родился в городе Николаев, вот, и имел шикарнейшую бороду. Этого достаточно для того, чтобы попасть на вот такую вот футболку. Очень интересный сегодня день. Завтра Всемирный день бородача. Вот, поговорил вчера с некоторыми заведениями. Например, Хмельной Патрик дал нам скидку для всех обладателей бороды 50% на пиво. Вот, еще магазин концептуальной одежды от украинских дизайнеров, моднейший, дал скидочку для всех бородачей в этот день, 2 сентября. Вот, а сейчас я дико ссу, потому что я иду в эфир на Николаевское телевидение рассказывать про день бородача. И самое интересное, я никогда не был на телевидении, поэтому мне страшновато. Посмотрим, что из этого получится. Вот, иду я, значит, по территории. Не знаю, можно тут это делать, снимать или нет, но я чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. Вот, сижу и посекиваю. Вот, сейчас вот туда буду заходить, этому человечку. Сегодня поговорим разуме с нашими рекомендуем гостями, с особенно того, я в том, что им надо будет порадать, и, в общем, про историю этого вида. В этом году. Привет всем, Бадеринка, иди на сегодня. Здорово. Немножко, чашку у гостя, отодми чуть-чуть к цветочкам. Или тут как-то... Нет, спишите ее, это только об одном. Рады представить нашего ранкового гостя, члена Куба Бороданиев, Любомир Бородав, у нас сегодня гостяк. Доброе утро вам. Доброе утро. Спасибо большое, что вы с нами. Не в разъездах, не в съемках влогов и так далее. Сегодня уже наконец-то в Николаеве. Первый вопрос, конечно же, по поводу Дня Бородачей. Накануне Дня Бородачей, кстати, друзья, 2 сентября, вас поздравляю, но хотелось бы от вас услышать, что это все-таки за праздник, этот День Бородачей? Ну, это праздник, Всемирный День Бородача. Как бы в нашу, наверное, атмосферу, в нашу культуру. Он зашел совсем недавно, буквально, наверное, 5-10 лет. История праздника, как таковая, особо неизвестна. Кто-то говорит то, что еще в 800 году до нашей эры датские викинги устраивали праздник Бороды, и какой-то Бородача, копаясь в исторических материалах, нашел вот такую дату. Почему она стала первой субботой сентября? Опять же, есть австралийская группа The Beards, Бороды. Они играют фолк и воспевают культ Бороды. И они в этот день, каждую субботу, сентября, первую, выпускают либо какой-то сингл, либо посвящают какую-то песню Бороде. И считается, что они так вот, интересно, празднуют этот праздник. Кто-то говорит, что якобы они были первые, кто так сделали, и с этой даты начали как бы отсчитывать. Больше боялся. Такое прям было страшно. А так вроде все пошло хорошо. Мне даже понравилось. Говорят, приходи еще. Только что получил новую пасту от производителя Manly. Паста для волос, укладочная. Очень классная упаковка. Вообще вот эта банка прям супер. Смотрите, какая она с другой стороны. Вот. Потом классный цвет розовый, необычный. Пахнет жвачкой бубль-гум. Вот. И что еще мне понравилось? То, что Manly стали класть вот такой вот мешочек. А в этом мешочке стикер-пак. То есть получается еще набор стикерочков от Manly. Плюс фирменный к этой баночке стикер. И вот такая вот маленькая расчесочка. Гребешочек для бороды в виде панга. Мой любимый хмельной Патрик пошел навстречу. Сделал скидку на пиво. Они варят офигенное крафтовое пиво. И они сделали скидку на пиво в течение всего завтрашнего дня. Всем бородачам. 50 процентов. Представляете? 50. Вот. Потом Патрик же опять согласился попродавать в этот день наши вот эти вот новые футболки. С адмиралом Макаровым. Новые футболки Бирдмен Клаба Николаевского. Вот. Еще у нас есть офигенная кафешка. Кофейня. Грифель называется. Они дали скидку для бородачей на кофе, которое сварено альтернативными способами приготовления. То есть там варка в сифоне. Это офигенно. Попробовать каждому. А тут еще и, ну собственно, 50 процентов для бородачей. Думаю то, что людям это понравится. Магазин концептуальной одежды Freedom. У них реально прикольная одежда от украинских дизайнеров. Они дали скидку 10 процентов в день бородача всем бородатым людям. И также обещали угощать их кофе. Так что завтрашний день будет классный. Меня это очень радует. То, что такие классные люди живут в Николаеве, которые как бы способствуют тому, чтобы было позитивное настроение, чтобы что-то в этом городе происходило. В общем, здорово. Друзья, сегодня всемирный день бородача. И этим прекрасным утром мы решили по-быстренькому заехать к главному бородачу города Николаева, генералу, адмиралу Макарову, возложить цветочки Степана Осиповича. Чтобы все было хорошо, чтобы у всех росла борода и всем нам было клево. Всех с праздником! Сейчас дело будет. Привет, тут Писота! Как красиво! Что нас ждет в море хранит? Молчанье жажда жить сводит, Сушит сердца до дна только... Дорогие друзья бородачи! Поздравляю вас в этот замечательный день с нашим профессионально-бородательским праздником Всемирным Днем Бородача! Желаю вам всего самого наилучшего! Первый раз едет сегодня в Одессу на спарринг-сессию. Как твоё? Ничего? Готово? Почему у тебя такой большой рюкзак? Потому что там все формы не влезают в сумку. Ты очень довольна, что едешь сама? Не хочешь, чтобы родители с тобой ехали? Не хочу. Идите себе хорошо. Не потеряйся. До вечера. Вчера неплохо посидели мы с бородачами. Правда, бородачей там было раз-два и обчёлся. Но приехали мои друзья, подруги. Нормально посидели, со всеми пообщались. Хорошо провели время. Заезжал даже Дима Верховецкий с Кирюшей. Они были в Николаеве проездом. Тут увидели, что какой-то праздник празднуется. И поехали к нам. Связались со мной, поехали к нам. И потом приходят в заведение. Оба в наших футболках Николаевского клуба бородачей. Что очень тоже приятно. Дима, смотрю, тоже у себя на канале пропиарил эти футболки. Ну, им с Кирюшей понравилось. Я с ними пообщался. Они говорят, реально классная идея. И просят сделать что-нибудь такое в Киеве. Так что мы над этим будем думать. Ещё они вчера одели эти футболки. Вышли на главную улицу города. Улица называется Соборная. Вывезли туда выездную точку фризера. И Дима стриг Кирюшу на Соборной. И люди вокруг ходили, фотографировали, смотрели всё это дело. И это как раз было в футболках Николаевского клуба бородачей. То есть такая очень классная пиар-компания получилась. Пришло сегодня некоторое количество фурнитуры свеженькой. Это всё мои уже наработанные модели. Новинок нет. Но, так сказать, пополняем склад. Потому что за лето всё кончилось. И сейчас я готов принимать заказы на новые работы. Сегодня у нас с моей женой Татьяной годовщина свадьбы. 12 лет назад мы поженились. Говорят, что это никелевая свадьба. Мы приехали сегодня рано утром. Женю проводили в Одессу, отправили. Сами приехали на Стрелку. Есть такое место у нас в Николаеве. Смотрим, как чаечки летают. И вспоминаем этот день. Вот это был 2005 год. У нас не было там какого-то грандиозного количества друзей. И мы пригласили буквально несколько человек и своих родственников на нашу свадьбу. Не хотели делать что-то такое сверхъестественное. И я одного своего приятеля попросил, чтобы он довёз нас до ЗАГСа. Вечером мы с ним договорились. Утром он должен был подъехать. И утром вроде назначена запись ЗАГС. Нам надо уже выезжать. А его нет. Начинаем мы звонить, а он недоступен. И начинается, сами понимаете, паника. Потому что опоздаешь, пойдут уже другие люди на росписи. У нас типа ничего не получится. Я бегу на улицу. Пытаюсь ловить такси. Ничего нет. Потом вижу у одной такси, которая проезжает мимо меня. Просто записываю номер, по которому можно позвонить. Просто сами поймите, 2005 год. Это ещё не нынешнее время, когда сейчас у каждого в телефоне забиты номера такси. Тогда я так особо ими не пользовался. Только вот в каких-то непредвиденных, наверное, ситуациях. Поэтому этих номеров не было. И вот я быстро как-то по памяти записал. Начал звонить. Там тоже что-то я ошибся номером. Короче, потом появляется этот наш друг. Говорит, всё-всё-всё. Типа, Любомир, я уже еду. Приезжает. Сейчас, говорит, я вас доставлю с ветерком. Мы едем. Садимся как раз в эту машину. Я, Таня и Танины родители. Цветы у Тани. Все дела. Волга. Старая Волга. Такая трещит вся. И едем. И на полпути она останавливается. И чувак этот, мой приятель, водитель говорит, блин, у меня закончился бензин. Берёт канистру и бежит на заправку. А заправка от нас, ну, метрах, может, в двухстах. Бежит на заправку. Привозит этот бензин. Заливает себе бак. Пока он это всё делает, то машина начинает жутко вонять бензином. А мы на свадьбу же едем. У нас цветы, как бы мы красивые, нарядные. И воняем бензином. Ну, в общем, мы приехали в ЗАГС. Роспись прошла удачно. Вечером посидели. Вот. И вот воспоминания о свадьбе, получается, самое яркое, которое запомнилось, это вот этот вот приятель Серёжа, его раздолбанная Волга и бензин. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова